Крыши текут, ветхое жилье разваливается, в ржавой воде невозможно мыться. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Крысы в этом доме гуляют прямо по подъезду, а иногда и в гости просятся, только их не особо ждут. Не вода, а компот, а может это персиковый сок, льется из крана у жителей микрорайонов Новоалтайские. Завести домашнего питомца стало гораздо проще, не нужно тратить ни время, ни деньги. Например, в квартирах этого дома они появляются прямо из унитаза. Такой сюрприз обнаружил у себя в квартире в третьем часу ночи Иван Городков в доме на Георгии Исакова 251. Не мог уснуть, ворочался, услышал какое-то бульканье. Думал, если честно, потек кран, либо полотенчик-осушитель. Зашел в ванную, но ничего не увидел и понял, что звук доносится из-под унитаза. Откуда-то оттуда открыл крышку, но, собственно, я увидел вот это ужасное зрелище. Иван с семьей живут на седьмом этаже. И да, смыть грызуна ему удалось не с первого раза. Если честно, хотелось, конечно, громко материться, но так как это была ночь, и жена спала, тем более маленькие дети, для себя понял, что не надо привлекать внимание, потому что, ну, просто бы все толпой потом уснуть не могли. К слову, крысы в этом доме нередкое явление. Однако такой инцидент произошел впервые. Прыгай, сладачуга. Прыгай. Вот эти крысы уже достали нас вот здесь сплошные. Идешь на этаж, она бежит, техничка моет пол, она на ногу и встанет, и кусает ногу. Сейчас жалуются из всех подъездов, и я наблюдала лично, когда травили вот этих крыс, открыли мусорную комнату. И они прямо побежали, и в том числе и белая крыса побежала. Белая крыса, это я еще с весны ее заметил. На улице видели ее. Имя ей не дали? Да нет. Жители говорят, крыс травят. Однако последнее время это не помогает. С управляющей компанией ДЭС-1 нам связаться не удалось, но людям сообщили, будут травить снова. Кстати, на митинге против роста тарифов ЖКХ бар на улице нарисовали плакат с лозунгом «Даже крысы в шоке». Это тем лекопитающие, которые на порядок умнее людей, которые строят свои сообщества как раз на принципах справедливости, на принципах сохранения потомства. Ни одна крыса не предложит своему крысенку какой-то пищевой продукт, прежде чем сама не попробует. А мы, если нас конфеткой угостили мы кому, мы сразу ребенку. Крысы – социализированные животные. Так первый грызун – это разведчик. Он сможет вернуться к гнезду и рассказать исследованный путь сородичам. У нас препараты, действия которых начинаются на третьи сутки, и только пятые, седьмые сутки грызуны гибнут. Потому что если только она покушала эту приманку затравленную, да, или какой-то препарат, и почувствовала себя плохо, то она передаст сигнал своему, своей семье, передаст. И соответственно скажет, сюда больше ни ногой, здесь нас убивают. И больше к этой приманке никто не подойдет. По мнению специалистов, одним из возможных решений проблемы по устранению грызунов может быть отказ от мусоропровода. Решение принимается на общедомовом собрании собственников. А пока совет – закрывайте крышку унитаза. Жители одного из районов Новоалтайска постоянно жалуются на качество воды, которая течет у них дома из крана. Иногда она настолько ржавая, что непригодна не то, что для питья, но и для мытья полов. Вот, пожалуйста, какая у нас вода. Теперь будет полдня такая идти. С такой проблемой уже не первый год пытаются бороться жители микрорайона Чесноковка в Новоалтайске. В этом доме я живу уже больше десяти лет. И проблема навсегда была. Сейчас она просто нарастает. Нарастает. Если ранее было, что только по выходным проблема с водой, сейчас это уже вечерами. Днем, когда вода чистая, все на работе, говорит Елена. Если вечером взрослый может себя ущемить в водных процедурах, с детьми эта история не пройдет. Мне приходится по старинке набирать воду в тазик, и я беру ее с кулера. Я покупаю воду, я грею в чайнике воду, и я обкупываю ребенка. Потому что это необходимость. И я не могу сказать, что извини, сынок, ты сегодня ляжешь спать грязный, правда? Проблема усугубляется весной, а в особенности, когда начинается поливочный сезон. Летом вообще невозможно. И ну раз даже вот утром встаешь, кран открываешь, она уже идет коричневая. И вот ждешь, когда маленечко люди рассосутся, разбор воды пройдет, тогда можно наливать в кастрюльку и что-то кушать. У меня нету кулера, вот как у дочери. Ну, пить из-под крана мы уже не пьем. Если раньше мы пили из-под крана, сейчас мы уже не пьем, потому что там постоянно на дне осадок. Ну, а сегодня нам, конечно, больше везет. Вода хотя бы прозрачная. И можно заняться своими делами. Мы живем в начало вокзальной на протяжении 7 лет. Как только заехали, мы сразу поставили фильтр. Если он изначально справлялся со своей функцией, с каждым годом все хуже и хуже. То есть уже даже фильтры не помогают. Жильцы обращались в водоканал и Роспотребнадзор. Пару лет назад специалисты брали пробу воды. Совет промыть внутренние водопроводные сети или заменить их. По текущей ситуации действительно были проблемы с железом у нас. После дополнительной промывки, промывка проводилась пятница, суббота, был сделан отбор проб. На воскресенье пробы в норме, а не в нормативе. Но хотелось бы отметить, что качественно эту проблему не решить. Да, мы будем, естественно, заниматься промывкой постоянно. Да, мы сейчас контроль возьмем. В должности директора водоканала Алексей Гусев с 1 февраля. Говорит, их вина действительно есть. И по всем вопросам советует обращаться по предварительной записи. В четверг на совещании с заместителями министра было принято решение о возобновлении проекта «Плод и питомник». Я думаю, что этот проект будет реализован в части проекта в этом году, а в части строительства в следующем году. В следующем день, я думаю, что это займет года полтора. Проект «Плод и питомник» – это станция, которая позволит очистить воду от железа. Такой проект уже был реализован в поселке Южный. И качество воды значительно улучшилось, подчеркивает специалист. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...